Глава шестая. Флэш-сентри и закон сохранения Нинзцю. Моим единственным предупреждением было легчайшее изменение в воздушных потоках комнаты. Для некрылатых читателей стоит упомянуть, что у каждого Пегаса есть определенная способность к пространственному восприятию. Оно не идеально, и у одних пони оно сильнее, чем у других, но все же. Удобно, когда всю жизнь на облаках проводишь, знаете ли. Легчайшее касание прошло по кончикам всех моих перьев, и я инстинктивно обернулся. И они были там. С полдюжины пони, с ног до головы, затянутые в черной пижамы. Они бы выглядели нелепо, если бы не разнообразное, зловеще-острое оружие, которое они носили с собой. Мой крик можно описать лишь как бабский. Ниндзи, в свою очередь, молчали. Как один они пригнули через всю комнату, их изогнутые клинки сияли под лунным светом. А точной трусостью инстинкт взял свое, и я забил крыльями, как можно быстрее взлетая. Подъем был недолг, плечи ударились о высокий потолок, так что посыпалась штукатурка. Тем не менее, я был наверху и живой. Ниндзя смотрели на меня из-под масок, и тут я сообразил нечто жизненно важное. Ни у кого из них не было крыльев. Ха! Сделал я жест копытом. Не готовы к этому? Я посмотрел в сторону ближайшего окна и сготовился к быстрому воздушному побегу. Но прежде чем я смог улететь, один ниндзи метнул в меня кучу блестящих металлических звездочек. Вертящиеся лезвия пролетели достаточно близко от меня, чтобы срезать несколько волосков гривы. Я снова закричал от ужаса и метнулся в другую сторону, прямо на цепь, которую раскрутил и метнул другой ниндзя. Металлические звенья обернулись вокруг моей левой задней ноги и впились в кожу. Ниндзя начал стягивать меня вниз. Мышцы крыльев горели от усилий, и я сумел удержаться в воздухе, но тут в цепь цепились еще два ниндзя и потянули меня вниз, как в самом нечестном перетягивании каната в мире. Я вцепился в резную, полную свечей люстру, и на несколько секунд этого хватило, чтобы я не попал в их лап. Я вцепился в полированную медь и сбросил несколько свечей на моих врагов в черном, но безуспешно. Ниндзя снова потянули меня за ногу, от души стараясь выломить мне сустав. Но прежде чем они порвали меня, как детскую игрушку, подался крепеж люстры, и добрые несколько сотен фунтов пони и осветительного прибора обрушились точно на них. Хруст ломающихся костей был так громок, что я слышал его даже сквозь собственный крик. К счастью, ломались не мои кости, и иначе бы я кричал еще громче. «Принц Першаран!» — позвала меня принцесса Ианты с другого конца комнаты. Я обернулся и ухнул. Ее обычно прекрасное лицо было маской шока. «Что все это значит?» «Не имею ни малейшего проклятого понятия!» Мой голос дрогнул от ужаса. Как обычно, я отбросил любые попытки быть храбрым, царственным, или какие еще хорошие черты были у принца Першарана, когда понибудь пытался меня убить. Принцесса Иант открыла было рот, чтобы ответить мне, но прежде чем она обрушила на меня язвительные оскорбления или взволнованные слова, как два ниндзя запихнули ее в мешок. Из него удобно перекинутого через плечо доносились приглушенные зебриканские ругательства. Я сбросил цепь с ноги и выкатился из-под обломков люстры. Другой пони в маске прыгал на меня, прижимая к полу. К нему подбежал парень с жутким серпообразным оружием в зубах. Во мне вновь забурлила паника, и мышцы наполнила свежая волна отчаянной силы. Мои метания было никак не назвать героическими, но даже крича я умудрился попасть ближайшему ниндзе в челюсть. Этого оказалось достаточно, чтобы шелковая маска порвалась и обнажила черные полоски под ней. Странного зрелища было достаточно, чтобы моя истерика прекратилась. С какого бы перепугу зебрам воровать собственную принцессу? Не то чтобы меня это волновало. На кого бы эти ублюдки не работали, для меня, несомненно, готовили что-то плохое. Я выкатился из-под зебры, которая прижала меня, и увернулся от опускающегося изогнутого клинка. Меч оставил большую дыру в плюшевом ковре, но это все же лучше, чем большая дыра во мне. Спальня-то все равно не моя. Ниндзя снова попытался ударить меня, и я вновь едва увернулся. Я искал хоть чего-то, что я мог бы использовать как оружие. Споткнувшись, я заметил цепь, которая секунду назад охватывала мои задние ноги. Я ее схватил обеими копытами и вырвал из копыт предыдущего хозяина, а затем размахнулся по широкой дуге. Каплевидный грузик на ее конце свистнул в воздухе и врезался в нос моего противника. Зебра-ниндзя отступил, шипя и держать за лицо. Он произнес что-то неразборчивое, но, несомненно, непристойное, и стер что-то зеленое со своего предположительно разбитого носа. Но прежде чем я смог осознать, что означает этот зеленый ихор, как в игру вступили другие убийцы. «Назад!» — взвизнул я, размахивая цепью над головой. Честно говоря, я был больше угрозой обстановки, чем ниндзя, потому что за моей спиной груз врезался во что-то, что по звону показалось мне хрупким и антикварным. Сами ниндзя держались на расстоянии, следя за мной, пока два других отступали с мешком с принцессой и антой. Я сжал зубы, видя, как они выбираются через окно. На этот раз не такие незаметные и ловкие, учитывая их груз. «Я не мог сделать ничего, чтобы спасти ее, Тартар. Я не мог сделать ничего, чтобы спасти себя». Ниндзя-зебра покрупнее сбил цепь в воздухе, хорошо поставленным пинком, а два других бросились на меня с большим черным мешком. «Я отпрыгнул от них прямо в горящий диван». Лепестки белых роз оказываются очень и очень горючей, как кончики перьев Пегаса. У меня есть причина считать, что это отсылка к старой клаудсдейльской легенде об очень амбициозном Пегасе с амурными намерениями по отношению к никому иному, как к принцессе Селестии, но слишком близко подобравшемуся к Солнцу. Некоторые варианты этой легенды весьма непристойны, что объясняет знакомство с ними Сентри. Примечание GMF «Если раньше я кричал, то от запаха собственных паленых перьев я завизжал. Я бросился на ковер, начал кататься по нему. К счастью, я потушился до того, как получил что-то серьезное, чем ожоги первой степени. Но к тому времени горела уже большая часть домика для новобрачных. Пока я катался, ниндзя исчезли, либо опознали во мне двойника из-за моей паники, либо доверили меня огню. Я сказал себе, что слезы, застилающие мой взгляд, были из-за дыма, и бросился туда, где должны были быть двери. Несколько буквально адских секунд спустя я вывалился через двойные двери в великолепно прохладную летнюю ночь. Я полной грудью вдохнул свежий воздух, а потом выдохнул, постучав по груди, выбивая остатки дыма из легких. Горящий домик высветил другую толпу пони, наконец-то привлеченных незапланированным хаосом. Здоровенный пегас в мундире вел пеструю толпу стражников с лукой любопытных дворян. И к чести Голден Харвест я вспомнил слова, которые она вбила в меня этим утром. — Эрик, ты здесь! Я рад видеть тебя! — просипел я. Эрик встал прямо передо мной. — Стража! — приказал он, не сводя глаз с меня. — Арестовать самозванца! — Эм... Ничего не имею против подземелий. — Потому что раз уж кто-то удосужился бросить меня в темную и мрачную клетку в нескольких этажах под землей, то этому кому-то я нужен пока еще. Живым. Это всяко лучше, чем быть казненным на месте. Я даже ничего не имею против скуки, которая приходит с заключением под стражу, так как работа королевского гвардейца учит, что делать, когда делать нечего. К сожалению, я не мог насладиться благословенной тишиной, так как Эрик продолжал смотреть и орать на меня и задавать вопросы. Но по сравнению с дракой с подмёнышами, похищением безумными тайными агентами или убийцами, метающими в меня острые предметы, это был практически пикник. Эрик даже не бил меня, что уже ставило его выше Голден Харвест и её компании. — Где принц Першерон? — Будь я проклят, если знаю. Я откинулся на спинку кресла, стараясь устроиться поудобнее, несмотря на то, что меня к жесткому креслу привязали. — На самом деле вам бы о принцессе Ианте поволноваться? — Или вы не заметили ниндзя? — Ниндзя, — ответил Эрик. — Видел их своими глазами, — кивнул я. — Я нет, — нахмурился Эрик. — Думаю, в этом есть смысл. — Ниндзи и всё такое, — я покачал головой. — Придётся вам поверить, принцессу Ианты похитили они. — Они и коттедж сожгли. — Да, то есть нет. — Почти. Я бы не начал кидаться свечами, если бы эти проклятые зебры не пытались меня убить. — Зебры? — Мне казалось, вы говорили о ниндзя. — Они были и тем, и другим. — Зебры-ниндзя. По крайней мере, один из них. Я сорвал с него маску во время драки. У ублюдка было больше полосок, чем у мастера-сержанта. — Зачем зебрам нельзя похищать принцессу зебр? — Будь я проклят, если знаю. Но я ставлю на то, что за этим стоит визирь. Визири всегда что-то задумывают. Наверное, в должностной инструкции написано. — Этот понный идиот! — раздался позади глубокий бас. Я дёрнулся, а потом вырнул свою голову так сильно, как мог, чтобы увидеть, как визирь входит в комнату. Он смотрел на меня достаточно тяжело, чтобы я поморщился. — Это я знаю! — раздражённо ответил Эрик. — Тогда вы тратите своё время. Наши враги, наверное, подослали его, чтобы он отвлекал нас своей болтовнёй. — Я всё ещё тут! — заметил я. — Именно! — прогудел визирь и сделал шаг назад. — Деликатные вопросы не должны обсуждаться перед заключённым. — Если мы хотим спасти принца и принцессу, мы должны работать вместе! — Правильно! — решительно кивнул Эрик. — Пойдём! С этими словами Эрик и визирь оставили меня в камере. Я откинул голову назад и вздохнул. Что бы ни происходило, я поделать с этим ничего не мог. И, надеюсь, так и останется. И потому я сделал единственное, что я мог. Я заснул. Не самое героическое деяние, признаю, но свадьба выматывала и без кучи пони, желающих меня убить. И потому я позволил себе скользнуть в блаженный, давно требуемый покой, пока кто-то не потряс меня. Я открыл мутные, обожжённые дымом глаза и увидел характерно злое лицо Голден Харвест. — У нас проблема! — произнесла она пугающе знакомым тоном. — Всего одна? — брякнул я. — Сиди смирно! — нахмурилась Голден Харвест и подняла одной из копыт достаточно, чтобы я увидел блеск, заточенный подковой. Она взмахнула скрытым клинком и одним махом разрезала удерживающие меня верёвки. — Надо выбираться отсюда! — Разумнейшая вещь, которую я слышал от вас с момента нашей встречи. Я сполз с кресла и вытянул крылья. Каждое движение напоминало мне, насколько у меня всё затекло. Но тут мне не настигла мысль. — А почему вы пришли за мной? — Пришлось. — Иначе бы ты сломался и выдал им всё, что знаешь. — Что немного. — И того достаточно. Голден Харвест махнула мне, направляясь в двери камеры. В коридоре лежали два больших земных пони в першерстанской униформе. К счастью, они дышали. Я задумался, Голден подсунула им что-то или просто слегка придушила. Я аккуратно переступил через бессознательного стражника и едва не утнулся в бедро рыжей кобылы. — Что теперь? — Сейчас. Голден Харвест, не оглядываясь, прошла по коридору подземелья. — Ты молчишь, держишься рядом и делаешь то, что я скажу прежде, чем испортишь что-нибудь ещё. — Извини. Не знаю, что это была боль, усталость или чистая нелепость всей ситуации, но мне, наконец, хватило оскорблений и презрения Голден Харвест. Вся эта штука была твоей идеей. Или организацией, как минимум. Я остановился и упрямо вздёрнул вверх подбородок. — Я тут жертва. Не моя вина, что я был похищен, обусачен, шравмирован, бит, обожжён и едва не изнасилован, одержимый наследником принцессы зеброй. — И всё это чего ради? Я с места не сойду, пока не услышу объяснения. — Ты шутишь? Голден Харвест развернулся на месте, напряжённая от злости. — И извинения. Слушай, ты хлюпик. Тебе бы заткнуться. — И что? Ты оглушишь меня? Опять? Я потрес головой и отчаянно безумно расхохотался. — Тогда тебе придётся меня отсюда тащить, из-за чего всё будет куда сложнее. Земная пони схватила меня перед ними копытами на короткую ужасную секунду. Мне показалось, что она собирается облегчить себе жизнь и просто придушить меня там же. Но она просто прижалась лбом ко мне, подавив просто злющим взглядом. — Если бы ты хоть на секунду перестал думать о себе, то понял бы, что тут происходит больше, чем тебе известно. — Вроде чего. — Э? — Что конкретно? Я аккуратно отвёл копыта Голден Харварст от своей шеи. — Тебе не кажется, что всё могло пойти немного проще, если бы ты озаботилась рассказать мне один из тех загадочных ужасных секретов, из-за которых меня едва не убили? Голден Харварст моргнула, и в первый раз, как я её встретил, её раздражена до бешенства, выражение лица растаяло. Она бросила взгляд через плечо вдоль по коридору подземелья и сжала зубы. — В першертании есть улей подмёнышей. — Быть не может. Вы проморгали их проникновение в Кантерлот? С чего вы уверены, что в першертании та же проблема? — Тут надо тебя благодарить. Подмёныш, которого ты захватил, рассказал о враждебном уле здесь. Они не так сильные, как сторонники кризались, но им и не надо. Особенно, если першертания и зебриков цепятся друг к другу в глотки. Вот зачем они похитили принцессу Ианты. Знакомое чувство тяжести обосновалось в моём брюхе, и всё встало на свои места. — И принца першерона! — добавила Голден Харварст. — Только они не ожидали, что кто-то найдёт принцу замену, и это дало нам время. — Теперь, — кобыла ткнула меня в грудь, — нам надо идти. Или у тебя ещё есть вопросы? — Они есть у меня на самом деле, — сказал визирь. Участок стены скользнул в сторону, вив тайный проход и здоровую полосатую фигуру визиря и стоящего рядом с ним Эрика. С обеих сторон коридора застучали бронированные копыта, и пара бригад тяжёлой пехоты лишила нас шансов на побег. Я сжался и немедленно скользнул за Голден Харварст. Коли так, то я хотя бы увижу, как она применит своё хвалёное боевое мастерство, против понибудь ещё хотя бы раз. Я даже сообразил, что у меня есть шансы. А если повезёт, то избежать получится во время заварушки. — Видите? Эрик выступил вперёд, довольно ухмыляясь. — Я знал, что мы сможем выманить его сообщника. Весь вопрос в правильной наживке. Он посмотрел на меня. Я удержался от очевидной пошлой шутки, так как было не то время и потому что у меня имелись стандарты. — Вам стоит нас отпустить. — произнесла Голден Харварст, хоть и опустившись на все четыре копыта, чтобы броситься на бронированную стражу. — Я не лгала о подменышах. И чем больше времени вы тратите на нас, тем больше времени будет у них, чтобы разорвать страну. — Может, вы и правы, — прогудел визирь. Его голос эхом отдавался от стен подземелий. — Именно потому вы двое возглавите спасательную миссию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok